Всем привет! Я Анна Васькина и сегодня показываю, как слепить волка. Я даже не думала бы его делать, если бы не сотни ваших запросов. Но я им так рада, спасибо, что пишете новые идеи. Это для меня был настоящий вызов. Буду ждать новых запросов от вас. Ставь лайк, если понравилось, как я сделала волка. Подписывайся на канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а мы начинаем! Лепить фигурку я буду из белой полимерной глины FIMO. Я нарисовала небольшой эскиз, чтобы представлять размеры и пропорции волка. И пользоваться этим эскизом прилепки. Для волка я решила сделать каркас из проволоки. Фигурка у меня крупнее, чем обычная. И не хочется, чтобы она помялась при лепке. Поэтому я беру проволоку. У меня проволока толщиной 1 мм. Толстенькая и кручу из нее основные составляющие. Это лапы, тело, голова и конечно же, чтобы торчал немножечко хвост. Проволоку я взяла достаточно твердую. Поэтому помогаю себе в работе плоскогубцами. Если где-то не могу ее загнуть руками. В результате у меня получается вот такое чудо-юдо. Чтобы работать более экономно и потратить меньше полимерной глины. Я еще делаю тело из фольги. То есть набираю основной альбом. Просто расплющиваю фольгу на этом проволочном каркасе. Теперь у меня получается вот такая фигурка, которую уже можно облепливать. Сначала я облепливаю тело. Для удобства я раскатала пласт толщиной 3 мм. И заворачиваю его на теле. Затем я раскатываю пласты потоньше. Отрезаю от них полоски. И заворачиваю вокруг ног. Чтобы сформировать миско на ногах волка. Облепливаю и подравниваю прямо руками. Заглаживаю все швы. Чтобы все было ровненько, гладенько. Основной каркас я уже сделала. Здесь остается только все облепить. А потом уже будем придавать нужную форму. Так как фигурка небольшая. Не всегда можно подлезть, где-то пальцами загладить. Поэтому я пользуюсь инструментом лопаточкой. Которой очень удобно выглаживать какие-то труднодоступные места. Вот так получается. Теперь добавляю больше массы. Добавляю больше миска на пузико. И заглаживаю все швы. Объем груди должен быть чуть больше, чем внизу около ног. Катаю два одинаковых шарика, чтобы сделать задние ноги. Шарик катаю в капельку. Расплющиваю и присоединяю к ноге. Чтобы сформировать колено и бедро. То же самое делаю и с другой стороны. Все это аккуратненько выглаживаю. Заглаживаю с внутренней стороны. Если нужно добавить немножко полимерной глины. То добавляю и тоже продолжаю выглаживать. Пяточки делаю более остренькими. Чтобы волк смотрелся более таким агрессивным. Все-таки это волк. И здесь уже выглаживаю какие-то нюансы. Формирую складочки там где они есть. Около ног. Выглаживаю, чтобы все было гладко. И чтобы фигура уже была похожа на фигуру волка. Самое главное проверяйте, чтобы фигурка хорошо стояла. Не шаталась. Если вдруг шатается, добавляйте полимерную глину на ту ногу, которая короче. И когда сделала все тело, начинаю формировать шерсть. Шерсть я делаю как обычно, небольшими засечками. Здесь я пользуюсь прямо инструментом лопаточкой. И ее краем просто продавливаю небольшие полосочки по направлению роста шерсти волка. Если у вас нет инструмента лопаточки. Или хочется более тонкую, детальную проработку. То можно это делать иголочкой. Можно деревянной зубочисткой. Можно спицей. В общем-то подойдет любой инструмент. Стек для моделирования. Все что угодно. Все что имеет вот такой вот остренький край. И которым можно делать полосочки на поверхности. Начинаю я всегда с ног. Лучше сначала делать внутреннюю часть ноги. А потом внешнюю. То есть сначала пузо. Ноги с внутренней части. А затем уже внешняя часть. Начинаю с ног. И поднимаю выше и выше. Формирую полностью весь шерстяной покров волка. На спинке обратите внимание как растет шерсть. Можно даже прорисовать небольшую линию. И на этой линии шерсть растет прямо. А затем она расходится в разные стороны. И опускается по бокам на пузико. Вот такая фигурка у меня получилась. Я отправляю ее запекаться на 20 минут при температуре 110 градусов. Чтобы не повредить всю эту красоту. Которую сделала когда буду лепить голову. И переходим к голове. Сравниваю волка с моим рисунком. И отрываю столько пластики. Сколько понадобится для головы. Делаю там небольшое отверстие. И насаживаю голову на свое законное место. Дальше полимерную глину хорошенечку трамбовываю. Прилепливаю. Облепливаю так чтобы она была как влитая. Чтобы она смотрелась не как присоединенная голова. А как будто бы она прям так и растет. Можно сразу инструментом лопаточкой пригладить. Загладить швы. И сделать вот этот вот переход шерстью. Точно так же сделать немножко шерсти. И так получилось как нужно. Теперь нужно сделать морду. Катаю шарик и чуть-чуть вытягиваю его. Отрезаю один край. И ставлю большую половинку на место морды. После чего я хорошенечко приглаживаю. Прилепливаю места стыка. Чтобы она смотрелась как влитая. После чего лезвием разрезаю конец этой морды. Чтобы пасть была открыта. Обратите внимание сверху должно остаться больше. Снизу меньше. Подравниваю. Выглаживаю. Здесь уже нужно сделать черты морды волка. То есть более такой вот лоб. Какие-то должны появиться щечки. Чуть-чуть вытягиваю к верху и верхнюю часть пасти. Чтобы была такая форма для носа. Катаю два небольших шарика. Шарики в капельки. И на этих капельках делаю углубление. При помощи обратной стороной кисточки. Просто прилепливаю. И получается такая форма уха. Уши ставлю на свои законные места. И хорошенечко замазываю все швы. Прилепливаю. Чтобы все смотрелось так. Как оно есть на самом деле. Спицей намечаю места. Где будут располагаться глаза. И делаю глазницы. Здесь я решила немножечко сделать шерсть. Чтобы не было видно перехода между телом, шеей и головой. Чтобы все смотрелось как единое целое. Но саму морду пока не трогаю. Потому что там еще нужно будет лепить глаза и щечки. Я запекла два маленьких оранжевых шарика. Можно взять две оранжевые бусинки. Или какого цвета вы хотите сделать глаза. И вставляю их в глазницы волку. Продавливаю их поглубже. Под небольшой ниточки полимерной глины отрезаю несколько кусочков. И этими кусочками формирую веки волка. Сначала верхний. Чтобы появились такие брови. Чтобы были такие веки нормальные. Как у хорошего здорового волка. А затем делаю нижние веки. Глаза волка немножечко раскосые. Обратите на это внимание. По бокам я прилепливаю два кусочка полимерной глины. Чтобы сформировать щеки. Точнее такую большую пушистую шерсть. Беру небольшой кусочек черного цвета. Катаю его. Расплющиваю. И помещаю на место носа. Нос у волка делится пополам. Поэтому я сразу делаю такую небольшую бороздку. И обратите внимание. Какой нос у волка. Я даже не ожидала. Что у него такие большие две ноздри. И конечно же ему нужно чуять свою добычу. За много-много километров. Ну и теперь. Когда уже все части волка готовы. Можно полностью проработать шерсть на его морде. Обратите внимание на щеки. Чтобы они смотрелись. Как большая такая длинная пушистая шерсть. Очень деликатно нужно прорабатывать шерсть на мордочке. Чтобы не повредить пасть. Которую мы так аккуратненько лепили. Конечно же на голове у него тоже более короткая шерсть. Поэтому полосочки должны быть более короткие и деликатные. И конечно вокруг глаз тоже нужно все это обработать. Очень аккуратно. И ушки. Ну и когда я сделала голову. Самое последнее что я делаю это хвост. Я катаю колбаску из полимерной длины. Делаю узкие края по бокам. И насаживаю его на ту проволочку. Которая торчит у волка из того самого места. У волков хвост очень интересно изгибается. Обратите внимание. Посмотрите на фотографиях. И я постаралась изогнуть его точно так же. И тоже обрабатываю делую шерсть. Конечно же нужно замазать место стыка. Чтобы выглядело что хвост растет из тела. А не просто прилеплен. Аккуратненько все заглаживаю выглаживаю. И вот такой волк у меня получается. Отправляю его запекаться на 30 минут. При температуре 110 градусов. После запекания переходим к раскраске. Здесь вы уже можете выбрать тот цвет. Который вы хотите. Если вы хотите сделать белого волка. Например как призрак из игры престолов. То можно его вообще не красить. Это будет просто волк альбинос. Я сначала тоже думала не красить. Но потом подумала что белого волка сделать проще всего. Не красить все таки нужно показать вам. Как можно придать цвет и какие-то оттенки. Поэтому я решила сделать серого волка. Но мне нравятся серые волки. У которых белая грудка. И есть такие белые части на лапках. На животике. Внизу хвоста. На мордочке. То есть они такие не совсем серые. А серо-белые. И таким образом я решила окрасить и своего волка. Здесь я взяла сразу акриловую матовую краску. Серого цвета. И окрашиваю все основные части. Которые должны быть светло-серого цвета. Очень внимательно нужно накрасить мордочку. Деликатно. Ушки. Хвостик. То есть прокрашиваю все места. Которые светло-серого цвета. В интернете по запросу. Какого цвета волк. Можно найти даже целые шаблоны. И схемы. Какого цвета волки вообще бывают. Для меня это оказалось просто открытием. Когда я сделала светло-серый цвет. Я набираю немножко серого цвета на свою палитру. Добавляю черный. Чтобы получился цвет потемнее. И этим более темно-серым цветом я окрашиваю уже более темные места. Кстати, если у вас нет серой краски. То можно смешать белую с черной. И получится серый цвет как раз таки. Окрашиваю некоторые места темно-серым цветом. Посмотрите как я подвела темно-серым цветом глаза. Такой вот получается окрас. Черным цветом я закрашиваю внутреннюю часть пасти волка. И также делаю черную подводку на глазах. Чтобы прям вот было обведено. Очень красиво это смотрится. Чуть-чуть расставляю акценты на ушках. Делаю более светлые и более темные места. Я нарисовала черные зрачки. И белая акриловая краска рисует точки в пасти. Чтобы показать, что волк у нас не беззубый. И когда краска высохнет волк готов. В результате у меня получился вот такой серый мохнатый волк. Ставь лайк если понравилось как я его сделала. Он воет на луну и может быть не такой злой как кажется. Кстати как думаете кто это волк или волчица? На кого больше похоже? Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Чтобы не пропустить новые видео. А в комментариях предлагай новые идеи. Что еще мне слепить? Возможно в следующем видео я выполню именно твой запрос. Желаю вам всем творческих успехов, вдохновения. И самого классного настроения. До новой встречи в моих новых видео.